всем привет сразу хочу поблагодарить всех тех кто оказывает ту или иную поддержку этому каналу если кто-то не оказывает но хочет оказать то под каждым роликом написано коротенько как это можно сделать я буду очень признателен благодарен и все такое принимаю соболезнования поздравления и все остальные пожелания которые вы можете своих комментариях озвучить комментарии я читаю с большим интересом даже с удовольствием некоторые мне очень нравится мне очень нравится то что вы напоминаете мне о пластинках которые я сто лет уже не слушал они у меня стоят на полках и я их достаю слушаю и делюсь с вами своими впечатлениями больше ничем поделиться к сожалению не могу пока что может быть в дальнейшем чем-то поделюсь еще сейчас хочу поделиться впечатлениями о замечательной группе я думаю что кое-кто и не знает еще есть те кто смотрит эти ролики большинство наверняка знает потому что смотрят эту штуку мою люди которые интересуются рок-музыкой соответственно ее слушают и наверняка слышали группу The Pretty Things вот эта пластинка это сборник хотя я не люблю сборники я про это говорил много раз но это не сборник сборник это не Greatest Hits это сборник синглов и бисайдов записанных начиная с 64 по 66 год группой The Pretty Things то есть на номерных альбомах этих песен нету поэтому полный кайф раннее творчество Pretty Things и сингловые вещи такие как Rosaline например Big Boss Man и самое мое любимое Get a Bass первое на второй стороне этой пластиночки песня записана была следующим образом группа в студии сидела писала хочется сказать но не сидела не писала играла и писала потому что музыканты совершенно неистовые это Pretty Things я расскажу чуть позже чуть дальше об этом неистовстве и студийное время заканчивалось уже все все расходится технический персонал собирается надевает пиджаки поправляет галстуки то есть пора собираться а дик тейлор гитарист говорит ребята я такой такой риф сейчас сыграл что-то выскочил такой риф интересный гитарный из трех нот там нормально с рифами тут все хорошо тут нормальные рок-н-рольные рифы все правильно давайте песню забацаем как забацаем уже тю 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 пора get a bass ну давайте забацаем и забацали буквально там минут за 15 тут же сочинился текст и тут же ее записали получилась шикарная вещь get a bass очень рекомендую но это я показываю пластинку это она вышла уже не помню когда этот собрание синглов то ли в конце то ли в начале двухтысячных то ли где-то вот ну так такая современная уже подборка синглов The Pretty Things можно найти сборники синглов выходили так что это не редкость а я хочу рассказать вот об этом альбоме на самом деле сегодня плохо его видно да наверное вот так вот лучше называется он парашют хорошее название запоминающийся такой вот разворотик красивые ребята обложка сделана гипгнозис известный по работам с pink floyd до компании обложка такая красивая психоделическая все как надо это у нас если мне память не изменяет 1970 год и чем-то пластинка интересно ну во первых The Pretty Things начали свою карьеру как группа в 1964 году когда гитарист и один из основателей группы дик тейлор играл в группе если мне память не изменяет то ли blue boys то ли boys blue то ли такое в общем boys blue blue boys играли там миг джаггер кит ричардс и дик тейлор нормальный ритм и блюзовый коллектив играли на концертах который устроил алексис корнер о котором тоже мы отдельно поговорим и послушаем виртуальные его пластинки и вот эти самые blue boys были полноценной ритм и блюзовой группы англии до тех пор пока не появился брайан джонс который потеснил немножко дика тейлора дику тейлору пришлось перейти на бас-гитару продолжали играть потом появился чарли ватс а потом появился билл вайман и дик тейлор ушел потому что состав сформировался его все время теснили 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 как-то как-то стало неловко уже он ушел поступил по моему художественный колледж что такое мне память не изменяет если или в художественном колледже он встретил фила мэя певца и гитариста и вместе они организовали группу the pretty things которая в своем в своем зверстве в общем-то переплюнула группу the rolling stone сыграли они тот же самый крутейший британский ритм и блюз но вот на этих синглах это все есть первые две пластинки the pretty things и get the picture они на сто процентов перешибают и группу animals про которую много раз меня просили уже рассказать и я про нее расскажу на мой взгляд the pretty things конечно их уламывают уделывают по драйву по подаче по року по рок-н-роллу про практически почти тот же самый материал по фактуре но конечно у богу как ну и критики писали что если сравнивать the pretty things rolling stones то у pretty things и волосы длиннее и музыка погромче и на сцене они себя ведут более отвязанно вели они на сцене себя так что в новой зеландии им даже запретили пожизненный въезд в страну ну потом вроде бы отменили но они так по концертируем ли в новой зеландии что правительство сказала нет эти парни к нам больше никогда не приедут и ноги их на нашей земле не будет вот так вот а вы говорите the rolling stones rolling stones моя любимая группа кстати говоря так что не надо путать но вот два альбома вышло потом вышел альбом emotions с креном в психоделический рок а потом вышла первая в мире рок-опера в 68 году fs sorrow называлась она она у меня есть но я ее слушаю редко и как-то я до сих пор десятилетиями и слушаю до сих пор в нее не въехал то есть музыка очень крутая очень интересная очень насыщенная разнообразная у меня такое ощущение что концепция перевесила собственно говоря музыку то есть надо погружаться в текста я английский не не воспринимаем со слуха только несколько слов несколько фраз могу это надо садиться переводить это не к тому что там ля ля идет сплошной текст мне там мелодии красиво вокальной гармонии все ну вот как-то концепт как-то перетягивает у меня такое ощущение послушаю еще может быть понравится на нам не так нравится просто одну не не пробивает до конца и она не очень-то пользовалась популярности а популярностью пользовалась рок-опера группа дху томми которая вышла чуть позже но считается первой вот так попали до пройти финг сплошное расстройство но после фссору расстраиваться сильно не стали они хотя и было расстройство и вышел этот альбом парашют который является не то чтобы переломным а в нем мне кажется сконцентрировано все лучшее что было и есть в pretty things то есть и рок-н-ролльная ярость и гитарная игра ломовейшая просто ломовейшая и тейлор и который еще не ушел дик тейлор уйдет после этого альбома из группы не потому что плохая музыка ему надоело а потому что он решил пожить другой жизнью он сам об этом говорил ну что я замкнут в рамках группы жизнь такая огромная я займусь чем-нибудь другим мне просто интересно жить и ушел потом опять вернулся в pretty things через несколько лет фильмы и взял на себя руководство фильмы тяготел к тяжелому звуку и здесь звук утяжелился значительно на парашюте но осталось психоделическое изящество от fs sorrow и emotions она усилилась она выросла она насытилась не хочется говорить профессионализмом как некрасивая фраза насытилась и профессиональные не стали играть потому что и так были мастера уже ну как-то как-то собралось и композиторский получилось настолько хорошо что вот я подошел главному раньше сравнивали с the rolling stones pretty things а с этого альбома про этот альбом с которые следующее что если fs sorrow это можно назвать их пройти сын как с ким сержантом пеппером или medical mystery tower то парашют можно назвать аналогом эбироуд и вот что я вам скажу дорогие мои при всей моей любви группе битлз неземной я расскажу что пластинка парашют мне нравится гораздо больше чем пластинка битлз эбироуд парашют записывался в той же самой студии эбироуд трэйсис инкс писали на оборудование которое еще не остыло от пальцев музыкантов битлз и записали фантастический альбом он настолько хорош что его надо слушать от начала до конца он в принципе тоже концептуален но здесь нет единого героя нет рассказов каких-то конкретных про этого героя здесь такая борьба города и деревня условно говоря прелести города который который кат который обожал фильмы и иронизировал над музыкантами покупающими себе загородные особняки говорил что это в городе круче но в городе и страшнее при этом и вот об ужасах города о красоте деревни и о прелестях урбани урбанизма эта пластинка и по музыке она так и выглядит но нельзя сказать что здесь такие фолковые какие-то части про деревню и роковые про город нет здесь все вместе здесь потрясающие аранжировки удивительные вокальные гармонии и гитарный рок-н-ролл конечно сцену он начинается первая вещь это сцену сцена один гитарный просто гитарный такой даже не ритм и блюз а какой-то те тяжелый рок но не тяжелый рок такой а ляди пепл там или ладзеппелен не хард не металл ничего британский вот этот самый рок близко к дэху где-то близко к кингс где-то но по-другому потяжелее и по по мелодичнее я бы сказал папа с большей фантазией до год вместо сквайр следующий номер уже легкий уже переход из этой тяжести в легкость прозрачность акустическая гитара при этом и бас и барабаны и клавиши и 2 электрических гитары такая плотность звука но акустика дает такую сеточку прозрач прозрачную сеточку который все накрывает весь этот рок и песня вырастает 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 становится мощной насыщается переходит в прекрасный номер шивостол шивост хая отличной мелодии с распевками с этими гармониями про которые горил локальными с удивительной игрой на барабанах в параллель с ринго старом где-то идущие то есть не не механическая ритм секция а барабаны поддерживают мелодию подчеркивают ее не играют сплошную а являются практически мелодическим инструментом ведут свою свою красивую линию очень здорово in the square опять небольшая передышка прекрасная песня the letter опять с многоголосием опять с психоделическим таким с психоделической вязью инструментов но очень конкретно все очень конкретно потому что фил мэй все-таки жесткий гитарист а дик тейлор просто гитарист очень хороший рейн несмотря на то что три строчки текста всего и так и про дождь песня она нагнетает какое-то такое напряжение тяжелое и правильно делает потому что мисс фэй мисс фэй регертс регресс мисс фэй регресс пошел британский тяжелый рок 70-го года то что надо и кстати местами очень похожи на джона леннона по подаче по манере если брать самые тяжелые гитарные песни леннона очень близко к этой штуке следующий номер край сон до midnight circus еще более жесткий блюзовая блюзовая фраза такая с едкой язвительной гитарой с гитарной фразой такой которая запоминается садится на ухо сразу и жесткая тяжелая запоминающаяся красивейшая песня вторая сторона не уступает первой стороне grass все спокойно все хорошо все красиво психовелично а потом фигак два номера circle clowns и шиза лавр один другого стоит гитаризм фантастический с таким вкусом все сделано все сыграно с удивительным звуком сочным гитарным таким красивым с легким перегрузиком так так все здорово и гитарный дуэт и ритм и соло и два соло и два ритма как у rolling солнце очень красивый и вот и юз и парашют финальная вещь просто просто красота тот самый парашют который за спинами у музыкантов уехавших на дачу дача это такой спасительный парашют нужен он или не нужен это дело двадцать пятое но пластинка на мой взгляд если сравнивать ее собирает по звуку она кстати говоря похоже потому что норман смит на разогретой аппаратуре после записи и беру теми же самыми пальцами на рулил накрутил накрутил хотя фактура другая здесь но если сравнивать два этих альбом это парашют мне извините конечно конечно ближе я всем рекомендую этот альбом это один из шедевров британского рока начала 70-х годов это действительно просто штучная вещь прекрасный альбом и конечно же я сейчас пойду пить и слушать парашют в 228 раз пока